На этом уроке мы начнём морфологический разбор Сура Аль-Фатиха Открывающая Как известно, в самом начале чтения является сунны, то есть желательно произносение слов «аууза биллах имена шайтана рожим», прибегая к защите Аллаха от проклятого или побиваемого шайтана. Итак, «аууза» — это фиалин мударин, глагол настоящего будущего времени. Основу «ауузу» в основе изначально было «ауузу» и «даммиль вау» с огласовкой «дамма» над буквой «вау», и «сакууна» предшествующей здоровой буквы «аин». Как известно, подобный глагол, у которого вторая корневая буква является слабой буквой, слабой буквой «вау» или «я» в основе, подобный глагол называется «аджваф» — пустой глагол. Пустой глагол — это такой глагол, у которого «аин», то есть его вторая корневая буква является слабой буквой «вау» или «я», или же «алиф», являющийся заменой одной из этих двух. Как «баа», например, «баяа» в основе, или «аууза», например, «аууза» в основе. Итак, «ауузу» — это фиалин мударин, глагол настоящего будущего времени от глагола «аууза» в основе. «аууза» или «аууза» в основе, это глагол первой породы трехбуквного глагола без добавления, то есть первообразного глагола. «альбабу ал-ауула» мин абуаби л-фиаляц туласи и л-мужаради, то есть это порода фааля и афуулу. Значит, «аууза» в основе было «ауузу». Устуцкалат ил-дома туаля л-вай. Огласовка дамма считается трудным в произношении над буквой «ва». Поэтому эту дамму передали предшествующей здоровой букве «аин». Так как здоровая буква имеет больше права на огласовку, чем слабая, непостоянная буква, которая всегда подвержена каким-либо изменениям. Следует отметить, что как и «ауузу» до изменения, так и «ауузу» после изменения оба они считаются по форме по модели афуулу. То есть если в извечиваемом, образно говоря, или сравниваемом глаголе происходит изменение путем передачи огласовки, как здесь «ауузу» и «ауузу», то это не отображается на модели, на шаблоне. То есть мы в обоих случаях скажем, что этот глагол по модели афуулу, а не афуулу, например. Глагол «ауузу» или «ауузу» в основе, от которого и образован глагол «ауузу», это у нас фиулун, суласиун, муджарадун, гойруссахихин, гойрусалимин. Это трехбуквенный глагол первообразной формы. Первообразный глагол – нездоровый, неправильный глагол, так как это «аджов». Его вторая корневая буква является слабой буквой «вау». Айнуху харфу ул-латин, яния «альвау». Дальше «биллахи». «Альбау» – это харфу «джерн», это предлог родительного падежа, а значит, как слово «мабни» с неизменяемым окончанием не будет здесь рассматриваться. «Ассарфу ляябхату алкалиматил мабниет». Наука «сарф» не изучает, не рассматривает слова с неизменяемым окончанием. Поэтому мы переходим к следующему слову к имени «Аллах». Есть разногласия среди ученых. Является ли это имя производным, то есть образованным от другого слова, от другого корня, или же это муртаджаль, то есть или джамид, то есть непроизводное имя, которое не образовано от чего-либо. Второе является мнением большинства ученых. Те же, кто считают, что имя Аллах, Муштақ, является производным, в свою очередь тоже разочлись во мнениях, что является его основой и какое изменение в нем произошло. Мы же кратко приведем более распространенное мнение. Так, некоторые считают, что имя Аллах в основе это «Аль-Илаху» по модели «Аль-Фа'аль», после чего «Хамза» вначале была удалена «Фахузифатил-Хамзату» или скажем «И'тибатан», то есть «Ай-вақа'аль-Хадзфу хуна дуны үллтен тасрифитен», то есть без какой-либо причины, из приводимых в науке «Сарф» причин. Для чего литтахфиф, для легкости, или же, как сказали некоторые нукилят «Касратул-Хамзаты» или «Аль-Ламы» «Аль-Ламы» Огласовка «Хамзы» «Касру» передали предшествующую букву «Лам» «Тумхузифатмин-Хайдан», а затем ее удалили оттуда тоже «Фасара Аллаху», что привело к тому, что первая из двух «Ламы» имеет суккун, суккунирован, а вторая огласована, что приводит к обязательности слияния их в одну двойную букву «Лам». «Фасар» «Ламы» «Саакинатан» «Васаниту «Мутхарикатан» «Мимма адда» «Иля «Ужуб» «Идгам»» «Аллах» здесь следует отметить, что букву «Альф» между буквами «Лам» и «Х» не пишется, хотя и читается. Некоторые говорят, что это было сделано, чтобы написание этого имени не было похоже на другие слова, как, например, «Аллату», то есть название идола, или же «Аллахи», «Аллахи» в его укороченном варианте и так далее, то есть чтобы это имя отличалось от других имен. В этом случае, если мы скажем, что это имя, имя Аллаху основой было «Ал-Иляху», это будет имя по модели «Фиаль» в значении «Мафул», то есть имени поддейственного при части страдательного залога, то есть тот, кто заслуживает поклонения или тот, кому заслуженно поклоняются. Как «Китаб», например, «Бимана Мактуб» и так далее, «Аллаху Адам». Но, как мы уже сказали, большинство считает, что это имя «Исмун Муртаджан», что оно изначально было таковым и не образовано от чего-либо, «Аллаху Адам».